Судьба Украины волнует сегодня, пожалуй, каждого, особенно в свете предстоящих событий. 16 марта граждане Крыма будут решать, с кем они хотят быть. Своё мнение о возможных последствиях референдума в Крыму высказали студенты-политологи университета имени Герцена. Ситуация достаточно неопределённая, поэтому дать точно один прогноз невозможно. Можно рассчитывать, условно говоря, направление в нескольких вариантах. Вариант, который можно охарактеризовать как неблагоприятный для России, будет заключаться в том, что Соединённые Штаты, Европейский Союз и, может быть, украинская власть будут активно вмешиваться в ситуацию в Крыму. И, соответственно, после 16 марта можно ожидать пакет санкций, соответственно, какие-то варианты вооружённых столкновений на Крымском полуострове или в районе Перекопа. С другой стороны, есть вариант, который можно охарактеризовать как относительно благоприятный. То есть это вариант того, что, во-первых, на Украине продолжится, ну, не будет такого консолидированного правительства. Во-вторых, то, что Запад будет достаточно раскулот. И, соответственно, если там Соединённые Штаты будут выступать, скажем так, в позиции такого злого следователя, то появится какой-нибудь добрый следователь. Может быть, сейчас, скорее всего, будет Европейский Союз. Плюс у нас есть достаточно серьёзные партнёрские отношения с Китаем. И, соответственно, выстраивание этих отношений позволит нам как-то компенсировать наши потери, условно говоря, на западных, скажем так, наших западных торговых связях. Референдум, ну, на мой взгляд, это вполне законное волеизъявление народа, проживающего в Крыму. И от его результатов действительно будет зависеть будущее региона. Относительно того, что возможна реакция Запада, да, действительно, реакция Запада возможна. Но, что очень радует, о возможности применения военной силы к Российской Федерации сейчас со стороны Запада речи не идёт. Это уже очень хорошо. Значит, всё-таки, та стадия холодной войны образца 80-х годов всё-таки ушла в прошлое. Относительно экономических санкций, мне кажется, что это невыгодно будет всем. Вот как невыгодно западным странам, особенно Западной Европе, которая очень сильно зависит от российского газа, ведут против нас санкции, ну, соответственно, с газом могут тоже возникнуть определённые затруднения. Вот так невыгодно и, соответственно, нашим заокеанским партнёрам. Потому что всё-таки рынок сбыта в Российской Федерации довольно велик. И, как бы, это тоже, соответственно, по ним ударит. Действие не закончено. То есть здесь нужно ждать, что сделает Россия. Потому что здесь мы уже являемся ключевым игроком, от которого не только мы ждём, как какие-то политологи, а ждёт мировое сообщество. Потому что довольно безучастное действие со стороны Путина на сегодня вызывает большие вопросы. То есть как же так? Мы до сих пор не предпримемли никаких мер. Почему? То есть и та же Европа, она тоже находится в ожидании. Потому что для них отказ от отношений с Россией, он будет довольно-таки весомо. Потому что на сегодня... весом. Потому что на сегодня российский рынок довольно интересен в Европе. И так же, как им интересен наше сырьё. То есть это газ и нефть. Соответственно, здесь надо ждать продолжения истории со стороны Владимира Владимировича и его правительства. Что же касается самой Украины, то она здесь уже несколько зависимую роль выполняет. И всё будет зависеть от того, как мне кажется, как себя поведёт Россия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!